Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, многих, многих семей одесских коснулось то, что шла у нас, так сказать, абитуриенская страда. Вот, детишки, кто сдавал экзамены, кто поступал по тестированию, многие пережили, в общем-то, определенное волнение за своих чат. Но вот, слава богу, финишировал этот период. И мы решили поинтересоваться, каким образом это все происходило в нашей, ну, как мы его раньше называли, строительный институт Одессской государственной академии строительства и архитектуры. И пригласили мы сегодня в эфир ректора АГАСа, доктора технических наук, профессора, заслуженный деятель науки и техники Украины, Виталий Степанович Дорофеев и его коллега Константин Вячеславович Егупов, он также доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой энергетического и водно-хозяйственного строительства. Ну, кроме этого, он еще общественник, он вице-президент Ассоциации Украинского сейсмостойкого строительства. Вот, кстати, по поводу сейсмостойкости тоже, надеюсь, будут ваши звонки, и вам будет достаточно любопытно, какие вещи уточнить, потому что на уровне слуха вы действительно активно эти вещи тоже обсуждают. Виталий Степанович, ну, первый вопрос вам. Как проходил прием, какие результаты, кого набрали? Самое главное, набрать хороших, талантливых детей, да? Да, окончательно, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, потому что прием произошел вообще в штатном режиме, то есть у нас было довольно много заявлений, больше на 500 заявлений, чем в прошлом году. Ну, это заявление. Дальше студенты, часть сдавала творческие экзамены на наши творческие специальности, у нас есть архитектура и изобразительное искусство, и эти ребята сдавали творческие экзамены, по три экзамена каждый. Сложные довольно экзамены, дети волновались, и иногда чувствовалось, что даже на подотворительном отделении они имели лучшие оценки, а уже на экзамене они немножечко растерялись и немножко хуже показали свои рисунки, либо использовали не те карандаши, слишком мягкие, намазали и так далее. Ну, это уже методика приема экзамена, задания, нюансы нашей вступительной компании. Хочу сказать, что вот основные специальности наши, такие как архитектура, четыре человека на место, изобразительное искусство, около восьми человек на место, экономика, больше тридцати человек на место, причем все экономические специальности, маркетинг, менеджмент и экономика предприятия, потому что там мало мест, и поэтому заявлений очень много. А, кстати, извините, в этом году не уменьшилось количество бюджетных мест? Нет, у нас не уменьшилось. У нас кое-где на некоторых специальностях там на один-два уменьшилось, а на других прибавилось. То есть общее количество бюджетных мест осталось прежним. А количество льготников не уменьшило шанс? Количество льготников в этом году стало меньше. Во-первых, ограничено их количество. Новым законам тоже ограничено их количество приема на каждую специальность, поэтому они должны выбирать ту специальность, где есть прием льготников. Но это уже в законе, который принят первого числа. О законе, кстати, поговорим обязательно отдельно. Вот тут, кстати, действительно всегда надо информацию черпать из первых уст, потому что я слышал от разных людей огромное количество страхов и охов по поводу того, что вот беженцы, там еще кто-то, в общем, льготников очень много, и шансов у детей меньше. На самом-то деле это не так. Нет, дело в том, что министерство наше для вот этих всех беженцев сделало льготы в том районе, где они учатся. То есть они имеют льготы в Донецке, они имеют в Луганске, а к нам они, как обычные студенты, на общих основаниях поступают. И у нас действительно много заявлений есть. Некоторые даже не могут привезти документы, оригиналы, но есть принята форма заявлений, по которой мы у них все равно принимаем с дальнейшим представлением оригиналов документов, потому что они остались дома, остались в Луганске, остались в Донецке. И вот они, написав это заявление по определенной форме, ректор подписывает, и мы принимаем этих детей к нам. Причем они идут как на бюджет, так и на контрактную форму обучения. То есть для них никаких исключений нет. Ну а исключения, как обычно, для инвалидов, сирот и так далее. Шахтеров, детей шахтеров. То есть здесь, да, здесь есть. Вот и этих детей мы принимаем вне конкурса. Ну вот вы упомянули закон об освете, который был принят 1-го числа. Внутренне как? Поругиваете его или наоборот рады, что наконец-таки такой закон появился? Дело в том, что я, конечно, рад, что он появился. Мы его давно ждали. Хотя мы пока еще не чувствуем, что он работает. И я понимаю, что он работает не так быстро, вступит в работу. Во-первых, потому что еще много нужно будет принять подзаконных актов, которые будет принимать кабинет министров. Но в принципе нам представляется очень серьезная самостоятельность. Самостоятельность расходования средств. То есть мы не будем уже через госказначейство наши деньги, которые мы зарабатываем, которые фактически студенты платят за свое обучение, мы не можем получить. Теперь же мы в соответствии с новым законом, мы эти деньги будем брать. Держать не в казначействе, а в других банках, с которыми мы работаем, скажем, постоянно. Приватбанк, эмиссбанк и так далее, то есть в Одессе. И мы можем эти деньги всегда взять для развития нашего вуза. Это очень важно. То есть продекларировано новым нашим президентом и властями, депутатами основное направление, основной вектор, по которому собираются совершенствовать вообще структуру управления государством, побольше на места отдать власти. И если эта власть будет отдана нам, то есть мы свободно будем расходовать эти средства, то мы можем создавать предприятия сами, что мы не могли раньше делать. Мы можем брать кредиты. Ведь в прошлом году я был в Германии, нам дали кредиты беспроцентные. Оформить их нельзя было, потому что в Министерстве экономики она говорит, нет, вы же бюджетные. А что вы, залог? Они не требуют даже залога. Они говорят, мы дадим. Мало того, они нам дали еще и оборудование сами. В счет нашей работы, в счет нашей программы совместной, они нам миллион триста дали оборудование. Хотя казалось бы, да, вот многие немцы вругаются за то, что у них бюрократия такая неподвижная, какая-то очень застыла, хотя на самом деле наша бюрократия еще их переплюнула. Вы извините, у нас... Это оборудование уже стоит. Да, у нас звонок есть. Давайте мы послушаем, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня конституционный Вячеслав Юрий Буков, хотя, собственно, все равно кто ответит, но я думаю, что он ответит, потому что занимается у нас экономиками, я не тут все вопросами. Скажите, пожалуйста, в новом законе про выщеносвитию предусматривается организация при высших учебных заведениях под такого профиля, как Академия наша строительная. Организация учебная на научном производстве объединений, комплексов. Предполагается ли в Академии организация таких объединений, или, может быть, они уже существуют? Мы знаем, что Академия очень много делает для города в плане производственном, в научном плане. Предполагается ли, если существуют такие объединения в комплексе, их развитие, либо предполагается ли их образование, если их нет? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мы предвидели руководство Академии и ведущие специалисты, что будет общемировая тенденция. Наука будет сосредоточена в университетах, как это делается в Соединенных Штатах, как это делается в Европе. И для этого мы в течение восьми лет предприняли очень серьезные шаги. Создали лабораторию научно-исследовательскую по сейсмике и надежности. Создали лабораторию по сейсмическому микрореонированию. И такие лаборатории позволили нам реализовать совершенно новый вид обучения. Мы объединили отраслевую и вузовскую науку. Потому что в отраслевой науке нет денег, есть проблемы, которые нужно решать. А в вузовской науке есть энергия молодых аспирантов, магистров. И, конечно же, иногда бывает дефицит идей конкретных практических. Вот мы это сделали и очень получили серьезные результаты, серьезные работы и довольный, так сказать, это научно-исследовательский институт строительных конструкций. И вот такое направление, оно позволит нам действительно реализовать эту идею, что это будет научно-производственно-учебное объединение. Потому что... Мы, в принципе, кстати, и в наши студенческие годы, так сказать, и позже мы помним, что были хозрасчетные такие объединения во всех вузах. И молодые ребята-ученые там трудились, и ребята-старшекурсники, в общем-то, достаточно активно и зарабатывали какую-то денежку. Выполняли дипломные проекты? Выполняли, да. По конкретной хоздоговорной тематике. И вот сейчас нам, допустим, есть направление НИИСКа, которое их интересует, мы даем нашим студентам. А когда у нас есть такие работы, мы же сейчас выполняем научно-техническое сопровождение всего проектирования в Одессе. Все высотные здания, они проходят через наш, через наши лаборатории, и мы привлекаем студентов к этой большой и важной, нужной для города работе. Ну, сохраняются, вот, соблюдаются нормы, вот, касательно сейсмической, так сказать, устойчивости вот этих зданий? Потому что, ну, многие же десанты ходят по, так сказать, по нашим склонам, смотрят на эти махины, говорят, они посползают скоро в море. Вы понимаете, какой вопрос. Я всегда говорил, наше дело обеспечить высокий уровень проектирования и по возможности, когда нас привлекают, и строительство, чтобы мы осуществляли авторский и технический надзор. Но только нас не очень привлекают к этому. Не очень часто. Не очень часто, да. Вот, на проектирование постоянно. Но хороший проект, это не залог еще надежного дома. Нужно соблюсти, так сказать, все правила технологии. Вот, и... Ну, в качестве примера, кстати, спитак можно привести, да? Да. Тот же спитак. Сколько там попали? Я хочу задать вопрос, Константин Вячеславович. Мне неудобно Виталия Степановича его задавать, потому что все-таки это касается и лично его. Вот. Но я знаю о том, что у вас выборы грядут, у вас на носу выборы ректора. Да, это обычное явление. Обычное явление. Ну, вот, а каким образом вообще эта процедура происходит? Как это происходит? Как происходят выборы ректора? Значит, объявляется вакантная должность, объявляется конкурс, подаются заявления, и потом собирается Совет Трудового Коллектива, который тайным голосованием выбирает из предложенных кандидатур. И у нас это должно состояться 19 сентября, если я не ошибаюсь. Вот. И это будет... Есть какие-то ограничения по кандидатам? То есть это обязательно должен быть сотрудник именно нашей академии, или это может быть какой-нибудь... Нет. Ограничения есть. Это должен быть профессор, доктор или кандидат наук. Ну, конечно же, для такого вуза, где огромное количество докторов, я лично убежден, что руководить таким подразделением может только доктор наук. Тут еще тоже, понимаете, вот эта, так сказать, ноша так называемая ректорская, она же сопровождается не только научной работой, преподавательством и так далее. Это же еще, извините, большая головная боль по поводу ведения всего этого хозяйства. А тут не каждый человек с этим справится, понимаете? Не каждый человек может быть мэром, предположим, да? Конечно. Ректор — это высококвалифицированный топ-менеджер, который имеет серьезное представление о науке, о научном направлении, потому что дирижировать такими свободными художниками, как профессора, просто так, это просто не получается. Это все личности, у всех есть свои амбиции, и ректор должен быть, в общем-то, выше хоть чуть-чуть. Ну, конечно, какие-то конфликты, которые нужно разводить, да? Микроконфликты. Микроконфликты. Вот. Такими способностями Виталий Степанович обладает, потому что я до этого 30 лет проработал в Одесском институте инженеров морского флота, нынешний Одесский национальный морской университет, и, к сожалению, застал такие серьезные конфликты, понимаете? Я просто счастлив, что я от этого ушел и работаю в спокойной обстановке. Вообще, как это ни парадоксально, почему-то, вот, по-моему, в нашей строительной академии всегда учатся самые красивые одесситки, да? И преподают тоже. Как-то обратил внимание, еще со своих студенческих лет. Хотелось бы, знаете, о чем поговорить? Еще о том, вот, как насыщается жизнь студентов. Потому что сегодня это очень важно. Важно не только выпустить специалиста, который вооружен какими-то знаниями, опытом, навыками, да, умеет, так сказать, хорошо там вычертить, продумать, просчитать и так далее. Они должны эти, там, 6 лет, они должны прожить, все-таки молодые ребята, прожить с пользой и удовольствием. То есть спорт, наверное, да, вот, творчество, студенческие весны у вас, наверное, проходят, да? Можно я начну на этот вопрос отвечать? Меня попросил Иван Васильевич сказать о важнейшем мероприятии 15-16 августа. Это волейбольный турнир, посвященный памяти, вот фамилию я как раз забыл, и всех... Трофимова? Трофимова, да. Юлия Трофимова. Да, это важнейшее мероприятие, которое проводится у нас на нашей спортивной базе. Вы извините, что я влез, но меня просили коллеги в этом сказать. Яснете. Потому что молодость, а молодость не может забыться. Во-вторых, человек получает новое знание, новые эмоции. И мы для этого делаем все, чтобы наши студенты были мобильны. Они выезжают за рубеж. Наши студенты проходят обучение и практику в Испании, в Англии, Италии, Франции, Греции, Турции и других странах. В Польше, конечно, проходят обучение. Некоторые из них получают двойной диплом. То есть получают диплом у нас и получают диплом европейского братца в этих вузах. То есть это, это, конечно, никогда не забывается. Естественно, дети, студенты, которые хотят попасть на такую практику либо на такое обучение, они должны знать язык. И они учат с удовольствием язык. Учат на серьезном уровне, не на школьном. Они специально ходят. У нас есть такие дополнительные занятия. Мы учим их. Кроме того, они ходят ну, там, скажем, базила почтамта и так далее. То есть есть самые различные курсы, где они совершенствуются в этих знаниях. И выезжая за рубеж, сначала на практику, они изучают там строительные термины. Термины по своей специальности. Это очень важно. А потом и проектирование. А потом они возвращаются к нам, выполняют курсовой либо дипломный проект, магистратские проекты. И некоторые из них, к сожалению, выезжают за рубеж. У нас даже забрали одного замдекана, кандидата наук, фирма Герц, с которой мы работаем. Это австрийская фирма. Ну, перманила менеджером к себе нашего заместителя декана факультета. Ну, вы им намекните, что они вам должны. Это мы намекнули, они нам помогают. У нас есть звонок. Я прошу прощения. Пожалуйста, говорите в эфире, мы вас слушаем. Алло. Да, Вадим. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос, если можно. Да. Виталий Степанович, принят новый закон о высшем образовании. Что он дает ввода? Коротко и лаконично. Коротко, да, но мы немножко говорили. Ну, конечно, самостоятельность вуза, я уже говорил. То есть, это очень большое дело. Мы можем создавать предприятия и туда подключать студенты. Студенты будут работать на этих предприятиях. Естественно, они не только будут создавать материальные ценности, продукцию производить, которая нужна нам, а они будут получать навыки общения, навыки общения в строительстве и, естественно, помогать деньги для своей, получать деньги для своей жизни. У нас есть предложение уже в этом году. Немецкая фирма Ива нам предлагает оборудование станочное для изготовления наших стеклопластиковых окон на 350 тысяч евро, причем бесплатно. Они должны передавать дать нам это оборудование. Это в рамках программы поэнеразбережения. Мы единственный вуз на Украине, который участвует в этой программе, единственный, повторяю, получили деньги от Министерства экономики и уже, ну, первые деньги получили 640 тысяч и оплатили проектирование. Всего первый этап этого проекта 58 миллионов, на этот год 14,5 миллионов ревен. Это первый этап. Конечно же, установив такое оборудование, мы будем изготавливать где-то до 50 тысяч квадратных метров окон, которые, конечно, будут не только для нас, а для других вузов, а может быть, для жилищного строительства города Одессы. Ну, дайте бог, да, потому что, вообще, когда начинался этот бизнес в Одессе, ведь возили, все комплектующие возили из Турции, здесь собирали и устанавливали. А когда это, собственно, производство? Ну, мы не могли это делать. А вот, как... А теперь, благодаря новому закону, мы можем это создавать. И я уже говорил, и о том, что мы можем брать кредит и так далее. Ну, тут, наверное, вот, отвечая на вопрос, что это дает вузам, я думаю, это, наверное, дает отмашку флажком вузам, чтобы они лоббировали быстрейшее подписание всех подзаконных актов, чтобы вам развязали руки, чтобы вы уже начали... Ну, и, конечно, снизится нагрузка преподавателя, повысится стипендия студента до среднего уровня, то есть там очень много в законе. Говорить можно не полчаса, и не только на этот вопрос, а несколько встреч таких. И у вас в внутренней территории уже будет не один фонтан, а несколько. А несколько. Вот, и слепниные красивые. То есть, конечно, новый закон развязывает руки. И самое главное, и нам, потому что раз снизится нагрузка на преподавателя, у него будет больше времени, он может больше заниматься наукой, больше заниматься воспитательной работой со студентами, а у нас на младших курсах обязательно есть кураторы групп. То есть мы сохранили это. Ну, дети еще, многие приезжие, конечно. Вы, кстати, предваряете ему следующий вопрос. Вот жду его задать. Мамы должны быть. Советы и родителям, и тем детям, которые вы только поступили. Я просто, так сказать, из опыта своего старшего сына, который, когда он только поступил в ВУЗ, он в первый же месяц нагулял 56 часов. Вот что? Вот. То есть свобода, воля, и вот начинается проблема. Вот что бы вы посоветовали, каким образом отнестись к своим первым шагам в ВУЗе? Ну, я даже могу здесь сказать, у меня есть внучка, которая перешла на архитектурный специальность, на архитектурный факультет, с экономического, который она закончила с отличием. И все-таки вот она перешла сюда и продолжает сейчас работать, и она знает, что если она не будет работать, она не получит специальность, она не получит знания. Я, конечно, посоветовал бы всем первокурсникам, всем студентам пользоваться тем, что мы готовы дать знания, а они должны их воспринять, потому что это их дальнейшая судьба, это их дальнейшая работа, это их дальнейшее продвижение по службе. То есть, условно говоря, вы им предоставляете русло, которое они должны наполнить вот этой водой. Наполнить, да. Константин Вячеславович, к вам возвращаемся. Скажите, пожалуйста, вот по поводу сейсмостойкости и вообще опасности того, что вот постоянно в Одессе вдруг там проходят какие-то полгода-год, бац, пошли слухи по поводу того, что вот будет землетрясение, вот будет землетрясение, всех колодят, все ждут, но его не происходит. Как вообще обстановка? Вы понимаете, есть предсказание, есть научный прогноз. Научный прогноз базируется на мониторинге, на исследовании. Вот мы создали пять лет назад сейсмическую станцию. За средства ученых, при помощи академии, студентов, она уже работает и дает нам определенную информацию. Но люди чаще верят предсказаниям. Вот сказали, что будет 9 баллов в Одессе, паника, уезжают и так далее, но это связано с тем, что недостаточная информация. Дело в том, что сейсмическая опасность в Одессе реально существует. Землетрясения происходили и будут происходить. Но когда точно и какой силы, современная наука ответа дать не может. Мы знаем, что в определенный период до 50 лет могут реализоваться определенные события. Но если мы к ним будем готовиться, то никаких проблем не будет. Потому что сейсмическая опасность в Одессе относительно невысокая. В Одессе высокая уязвимость зданий. Вот чем мы должны бороться. Хорошо строить новые и укреплять старые. Вот это серьезная проблема, которой мы занимаемся в академии. Хотелось бы, чтобы город и область обратили на это внимание. Это общая наша задача, которую мы должны решать. У нас существуют законы и существуют ли такие инстанции, которые могут осуществлять этот контроль и предъявлять какие-то претензии к этим строителям, которые, может быть, они этот проект у вас заказали и взяли. А как они строят, это уже вопрос пятый. У нас есть служба, которая контролирует проектирование, стройэкспертиза. И служба, которая контролирует конкретное строительство. Это государственная архитектурно-строительная инспекция. К сожалению, мы с ними мало взаимодействуем. Мы много говорили, что я являюсь руководителем местцевого осередка, экспертов строительной отрасли. В этот наш одесский местцевый осередок входит 20-25 самых квалифицированных людей из разных областей строительства. Геология, сейсмология, технология строительного производства, железобетон и так далее. Инструкции и так далее. И, конечно же, такой коллектив мог бы серьезно помочь этим контролирующим органам, но они почему-то в этой помощи пока не очень нуждаются. Но я надеюсь, мы наладим сотрудничество более эффективное. А это очень важно. Контроль за тем, что делается и строится. Тут, наверное, обоюдные чувства должны быть. То есть они тоже должны быть заинтересованы в таком сотрудничестве. Это, может быть, не всегда чисто человеческий, наверное, фактор. Не всегда они как-то... Может быть, этому не придавалось такое значение, но проблема-то актуальна. Дело в том, что каждый сегодня берет ответственность на себя. Есть предприятие, есть заказчик, он берет на себя ответственность. У него есть свои службы, свой контроль. И он говорит, что я за это отвечаю, я подписываюсь. Поэтому они иногда обращаются к нам, тогда, когда начинает что-то трещать. Ну вот пока петух не тронет, да? Да. Вот как вы сказали, начинается оползни где-то. То есть недостаточно посчитали устойчивость склона и пошли. Вот тогда они обращаются. А в чем пределы? Иногда они неправильно промониторили, скажем, грунты. То есть они на самом деле более обводненные. И эти обводненные грунты, даже при забивке сваи, они дают воздействие на другие сваи, которые могут терять, выскакивать даже из этого. То есть приподниматься, я уже не говорю, стены, здания, которые рядом находятся и так далее. Потом они обращаются к нам и говорят, помогите. Вот мы и сейчас, вот и сейчас, только сегодня я подписал договор на 12 тысяч, мало, правда? В порту, как раз, да, проблема. Только сегодня с кафедрой как раз его пришли и говорят, подпишите договор, потому что мы обсудили эту проблему с руководителем. И я сказал, что я такие работы читал в Польше, при строительстве дорог было, такие явления были. Посоветовал посмотреть эти работы в интернете. У нас уже чуть меньше 5 минут, 4 остается до окончания эфира. Два вопроса у меня. Первый, как вы можете объяснить, так отвлекаясь от темы, как вы можете объяснить то, что из ваших стен вышло огромное количество талантливых людей, артистов, КВНщиков, музыкантов. Ребята из масок у вас учились, да? В джентльменах, там несколько ребят было, которые тоже строительность заканчивали. Что осталось после цирка у нас? Такая была эта тоже. Наши ребята сейчас в КВН, в нашем городском тоже есть. Я вам скажу, у нас очень неплохо, на мой взгляд, работает как в студ-клуб, так и в спорт-клуб, потому что, конечно, ребят надо занимать. Наша команда по регби, она уже четырехкратная чемпионы Украины, четырехкратная чемпионы Украины в первой линии. Наша команда Академия, она так и называется. Вот она у меня сфотографирована и в кабинете на первом плане я с удовольствием смотрю на этих ребят, которые добились таких успехов. Кроме того, из этих же ребят часть высшей лиги тоже выступает. Очень много у нас есть таких спортсменов по бегу, прыжке. И были участники чемпионата мира, чемпионата Европы, Радулов, например, стал серебряным призером. И Ир Студенческих, наш тоже студент по борьбе вольной и так далее. И, конечно же, очень много молодежи, которые хотят проявить себя именно в художественной самодеятельности. Мы с удовольствием это показываем. А как насчет студенческого самоуправления? Студенческое самоуправление у нас есть. К сожалению, иногда мы начинаем мирить Студенческий правком и Студенческое самоуправление. Потому что две, казалось бы, структуры, они хотят поделить власть. Мы говорим, ребята, у вас общее все. Общее общежитие. Если Студенческий правком работает в общежитии, то Студенческое самоуправление и, скажем, оперный отряд тоже есть в общежитии. И у вас общая цель – наладить порядок, наладить хорошее состояние кухонь и так далее, смотреть за этим, не допускать чужих. Ну, то есть, вести себя нормально, потому что… А с другой стороны, то, что вам приходится их мирить, это даже хорошо. Значит, они активны. То есть, они не пассивны. Две минутки до кончения эфира. И эти две минуты мы потратим на то, чтобы подстраивать всех ваших коллег из ваших уст с наступающим вашим профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо. Я хочу поздравить наших коллег. Вот у нас завтра будет воровское мероприятие, посвященное Дню строителя. У нас очень много закончили, нашу академию работает сегодня строителями во всех фирмах передовых. Это и у Однана Кивана, это и у Кричкова. И в Будове. Да, и в Будове наши выпускники работают. Это я, конечно, хотел бы пожелать им, во-первых, успехов, во-вторых, хороших зданий, которые они строят, и удовольствие от тех построенных зданий. И, конечно, счастья их всеми. Ну, а в вашем лице решите поздравить весь ваш преподавательский коллектив, всех сотрудников вашей академии, которые занимаются детками нашими и дают одесситам, в общем-то, специальности, дарят им возможность потом в дальнейшем. Не просто, вот всегда, кстати, говорилось еще в светское время, зависть всегда вызываешь к строителям, потому что он что-то оставил после себя, и он говорит, вот это я построил. Да. Вот дай Бог, чтобы больше было ваших выпускников вот такой радости, и чтобы они говорили, вот это построил я. И они есть. Спасибо. Спасибо вам огромное. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях были сегодня ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор Виталий Степанович Дорофеев, и Константин Вячеславович Егупов, профессор, доктор технических наук, вице-президент Ассоциации Украинского сейсмостойкого строительства. Спасибо вам, успехов. Спасибо. Всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.